Медицинские работники Карачева-Черкесии отмечают профессиональный праздник. В это воскресенье, но уже начали принимать поздравления. Теплые и добрые слова в эти дни адресованы людям в белых халатах. В преддверии Дня медицинского работника в Государственной филармонии состоялось торжественное награждение лучших представителей сферы здравоохранения. Репортаж Аллы Динаевой. Каждый сидящий в этом зале уже доказал свою верность выбранной профессии. За их плечами не один год ответственного, нелегкого, но жизненно важного труда. От имени главы Карачева-Черкесии, который в эти дни принимает участие в экономическом форуме в Петербурге, приглашенных на торжественное мероприятие, поприветствовал, поблагодарил за работу и поздравил с Днем медицинского работника председатель правительства республики Мурат Аргунов. Звание «Заслуженный работник здравоохранения» присвоили медицинской сестре Розе Мазовой Абазинской центральной поликлиники, а 10 докторов республики стали заслуженными врачами Карачева-Черкесии. Среди награжденных Елена Алексеенко, заместитель главного врача по лечебной работе Республиканской стоматологической поликлиники. Это было очень неожиданно и очень приятно в день нашего праздника профессионального. Я уже 25 лет, как работаю в республиканской стоматологии, хочу поздравить всех своих коллег, главного врача, нашего министра здравоохранения Шаманова Казима Зрита Леевича. Огромное всем спасибо за такую награду, за такую честь. Все были здоровы, всегда над нами светило яркое солнце, не знали мы никаких бед, и все было у нас прекрасно. О работе медиков Ирина Гербекова знает не понаслышке, ведь она сама доктор, возглавляла Зеленчугскую ЦРБ, затем Республиканскую клиническую больницу, после Минздрав. И вице-премьер рассказала о том пути, который прошла наша республика в здравоохранении за последние 12 лет. И начинается 19-й год, и сразу переработана программа модернизации, подготовлены на одинаковые условия для всех учреждений. Запускается ремонт 28 учреждений. В первые же дни, вот сидится на контакте, и скажет, главой принято решение о передаче поликлиники тубиклезного диспансера, то здание, которое планировалось создать под частным поликлиникам. Сразу начинается работа по запуску строительства Терской и Северканской больницы. Глава в первые же дни обращается к председателю правительства, президенту Российской Федерации с просьбой о помощи по этому объекту. Следом сразу начинается программа по модернизации всех объектов. Активно начинает работать сосудистый центр. За многолетний труд и высокий профессионализм ряд сотрудников системы здравоохранения республики удостоились нагрудных знаков «Отличник здравоохранения». Высокая оценка нашего труда, это, конечно, опять-таки заставляет нас думать о том, что мы должны и дальше стремиться к лучшему, преодолевать все трудности. И все это на благо того, чтобы наша Карачаево-Черкесия процветала, и все люди на этой земле были счастливы и здоровы. Будут здоровы, будут и счастливы. Более 25 лет я проработала, ни на секунду не сомневаюсь. Если бы пережить все это заново, пережила бы и прошла бы тот же самый путь. Я очень люблю свою профессию, безумно люблю свою профессию. Добросовестный многолетний труд медицинских работников был отмечен почетными грамотами Президиума Народного собрания Республики, которые вручил председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике парламента Хасан Хубиев. Грамотами Министерства здравоохранения руководитель ведомства Казим Шаманов наградил ряд сотрудников. Задач у медицинских работников Республики немало, но главное коллективы отличаются профессионализмом и дружностью. Алла Динаева, Олег Молхожев, Вести, Карачева, Черкисия.